пришли сдачи уставшие думаю что ж мне на ужин приготовить быстренько отварила макароны и есть у меня еще куриные же умнички сейчас вам покажу тушила их с овощами лук морковка добавила специи сушеный базилик но в общем-то вкусно получились так что ужин у нас макароны с куриными желудками чай попьем с вкусняшками есть у меня зефир и мармелад молочный на он так нравится очень вкусно и как сгущенное молоко то захочет пожалуйста конфеты так что ужин и чай со сладостями чего нам еще нужно кто ужинает с нами приятного аппетита и нам и вам мы уже поужинали а у меня на завтра нет первого думаю что ж мне приготовить и приготовила я суп гороховый он у меня уже сварился купила рагу свиное свеженькое вкусное мяско я всегда на первое блюдо покупаю рагу сварила суп а в конце добавил петрушки укропа и зеленого лука так что на обед завтра у нас будет гороховый суп и варю варенье завтра доварю груша яблоки и сахар чуть темноватенько но ладно дольки целенькие я люблю такое варенье минут может еще 10-15 поварю и все и положу варенье в банку будет нам еще вкусная заготовка на зиму всем доброе утро готовлю вкусный завтрак обжарила болгарский перец с помидорами на подсолнечном масле ну даже не обжарила немножко потушила разбила два яйца столовую ложку сметаны все это смешала и залила помидоры с перцем посыпала зеленым луком немножко посолила и сейчас будем завтракать приятного аппетита вчера были на даче привезли груш уже надо их снимать с дерева потому что ну потому что осень ночи уже немножко прохладная 8 градусов 7 градусов тепла так что собираем груши на хранение еще у нас есть боярышник такой вкусный я даже и не думала что он такой вкусный а какой полезный для сердца вообще ешьте боярышник ах вы грушки мои грушки и варенье наварила в общем то мы их едим больше я ничего с них не делаю но если может быть пюре сделаю немножко посмотрю все пока заглянула в холодильник нашла небольшой кусочек сыра думаю куда его применить посыпала яичницу с сыром вкусно я люблю как всегда занимаюсь делами на кухне что можно здесь делать готовить решила потушить кабачок с овощами с болгарским перцем с помидорами лук морковка ну и конечно же зелень налила в сковородку у меня сковородка такая с двойным узлом не тушится хорошо не жарится а тушится налила подсолнечным маслом положила кабачки сейчас они чуть-чуть потушить пару минут и добавлю все остальные овощи закрыла 2 литровые баночки огурцов здесь у меня огурцы болгарский перец помидоры ну и все что требуется для маринования кабачкам я добавила лук морковку болгарский перец помидоры да и пусть себе на здоровье тушится наше овощное вкусное рагу соль и зелень добавим минут за 5-7 до готовности в рагу добавила черного перца молотого и сейчас будем добавлять зелень и уже я подсолила потому что рагу почти приготовилась маленький совет молодым хозяюшкам если ваша зелень немножко повяла укроп петрушка сельдерей то ее можно быстренько оживить налить в миску воды холодной и опустить петрушку укроп сельдерей минут 10-15 она у вас будет свеженькая как с грядки когда я что-то готовлю то я от зелени отрываю вот эти стебельки я их не выбрасываю у меня есть пакетик я туда и складываю и морозильную камеру для чего они мне нужны например когда я варю картошку бросаю вот эти стебельки уху варю тоже пользуюсь этими этой зеленью блюда на пару готовлю добавляю водичку обязательно несколько веточек или сельдерей или укропа или всего понемножку еще вкуснее будет может быть кому-то пригодится мой совет буду очень рада я постоянных отсюда достаю с этого пакетика достала потом снова сюда добавил и так у меня постоянно есть такая зелень которая очень вам пригодится посмотрите какая красивая зелень как будто я взорвала только что с грядки это у меня петрушка и укроп и так добавили врагу зелень петрушка и укроп буквально через пять минут она готова можно подавать к столу замечательный гарнир можно подать с курицей с мясом с котлетами с рыбой если нет мяса и котлет можно подать сарделькой или с сосиской будет очень вкусно вкусно так что готовьте на здоровье полезные блюда у нас скоро обед я думал думала что же подать на закуску и решила приготовить простой салат из молодого кабачка есть у меня немножко огурец огурчика вот буквально чуть-чуть помидоры есть и конечно же зелень петрушка укроп и лучок зеленый сейчас мы кабачок мы его не будем чистить он молоденький натрем на терку для морковки по корейски видите зубчики какие и точно так же будет у нас нарезаться кабачок длинненькой соломкой нам нужно соль и сладкая паприка приступаем к приготовлению салата когда что-то готовите с овощей не забывайте делать маску для лица и я отрезал два кусочка кабачка и сейчас смажу свое лицо кстати очень питательная и полезная маска натерла кабачок на терку получилось как вермишель сейчас буду нарезать другие вернее остальные овощи огурец тоже натру на терку а помидор нарежу небольшими кубиками и так все ингредиенты салатники помидоры лук зеленый зелень кабачки и зеленый огурчик правда огурчик маловато было но ничего зато свеженький можно сюда и солененького добавить не помешает ну и попытаемся сейчас украсить салат заправлю я его подсолнечным маслом немножко подсолю добавила сладкой паприки и все салат готов все делается очень быстро так я буду подавать салат к обеду смотрите какие яркие цвета и оранжевый и красный и белый и зеленый чего только в этом салате нет сколько же витаминов попробуйте приготовить не пожалеете также я подам к кусочков мяса приятного аппетита а на 1 у меня будет суп гороховый обед готов прошу к столу суп гороховый вчера вечером варила пришла с дачи думаю внешно завтра нет первого блюда думаю дай-ка я по-быстренькому со свиным рагу приготовлю суп гороховый приятного аппетита всем добрый вечер мы как только выйдем погулять нам обязательно надо куда-то зайти и что-нибудь купить купили в хлебном магазине две булочки с посыпкой мягкие мягкие это мы когда вышли гулять и прошлись мимо магазина вышли два мальчика ну лет может 10-12 из так смачно едят эти булочки гри саша давай купим саша мой заулыбался и говорит иди купи захожу продавцам гор девочки хлопцы вышли у вас булочки на греха чу такие она заулыбался горе есть она гордо есть ну мы их уже брали не один раз давно не брали соскучились потом что мы еще там взяли да больше ничего кефир покупаем небольшую бутылочку это мы в меркурии купили евро опти купил саша булочки с шоколадом так булочка одна стоит 30 копеек а это на копеек по 80 одна штучка кефир 89 купили сливочный кобринский сыр плавленый и хлебцы вафельные хлебцы нам они так нравятся саша лет ты что-то прямо говорит стало так часто их покупать в саша но мне они очень нравятся еще я видела ржаные надо будет ржаные попробовать я беру хлебцы мажу сыром и один на другой накладываю ой и с чайком и с кофейком такая вкуснота так что рекомендую попробовать решила я еще приготовить куриные желудки налила в сковородку подсолнечное масло чуть-чуть водички и положила в желудки они у меня немножко до приготовились до полу готовность сейчас я сюда добавлю лук морковку и болгарский перец конечно же приправ посолю и будет нам вкусный ужин добавили лук морковку посолили я еще добавляю приправу карри а у вас какая есть такую добавляйте может кто-то не любит приправу пожалуйста добавляйте черный молотый перец и сейчас еще добавлю сушеного чеснока накрываем крышкой и пусть желудочки куриные тушатся на гарнир отварю картошки ужин будет пальчики оближешь на кухне у меня пахнет очень вкусно как всегда если я что-то делаю то всего делаю много планирую испечь шарлотку куриные желудки я кстати люблю больше чем печень печень тоже полезно вот желудочки мне нравятся сейчас добавлю зелени и через буквально минут через десять блюдо готово будем подавать на ужин испекла я шарлотку вот что планировала сегодня приготовить все я сделала она горяченькая только что из духовки я ее достала сейчас остынет и можно пить чай вкусный пирожок правда его думаю любят все так что готовьте у меня на канале есть рецепт пожалуйста заходите и посмотрите как я ее готовлю так выглядит ковришка вкусная мы сейчас чай пьем с Сашей приятного чаепития я снова на своей любимой кухне и выготавливаю что я решила сегодня приготовить из баклажанов взяла сковородку налила подсолнечное масло в баклажанов положила лук морковку и болгарский перец немножко обжарила затем нарезала соломкой баклажаны и тоже в сковородку добавила помидоры посолила чуть-чуть потом добавлю зелень укроп петрушку базилик и чуть-чуть черно-молотого перца и получится у нас наивкуснейшее овощное рагу из баклажанов также я делаю на зиму заготовку из кабачков здесь у меня кабачки томатная паста я вам показывала как делаю икру все через мясорубку перекручивала а сейчас я все нарезала кубиками у меня будет икра кабачковая здесь томатная паста рецепт такой же как и на ту кабачковую икру кому интересно заходите смотрите пахнет вкусно на кухне еще у нас скоро обед покажу вам обязательно свой вкусный обед баклажаны тушатся сейчас будем добавлять зелень ах какое ж вкусное блюдо из баклажан мне кажется баклажаны любят все а может и не все лично я очень люблю сейчас вам покажу свой обед какое ж у меня меню щи со сметаной картошка копченая селедочка так захотелось ну иногда мы себя балуем копченостями редко но бывает такое я думаю как и у всех здесь вязались на этой тарелочке и зелень рукола горький перец хлеб я считаю что у нас легкий обед мне так кажется щи вкусные я варила с овощей картошка вот здесь буквально две картошки может кому то покажется здесь килограмм нет ровно две картошки и съедим по кусочку или по два копченой селедки приятного аппетита добавила баклажан на зелень сейчас все хорошо перемешаю и через две-три минуты отключаю газ овощную рагу готово мы уже вкусненько помедали сейчас попьем чай я люблю чай с молоком м м м м а